Давайте мы начнем. Этот круглый, линейный круглый стол. The last, но я надеюсь, совсем не лист разговор на этой конференции. И участвуют в нем Александр Черкасов, Зоя Светова, Григорий Дурново, Петр Поспехов. И вот ищут, надеюсь, подойдет Алина Долинина и Александра Крыленкова. И должен подойти еще, опаздывает Павел Никулин. Итак, разговор о влиянии, о востребованности опыта диссидентского движения сегодня, мне кажется, сопряжен с некоторыми сложностями, которые я бы хотел вначале обозначить. Мне кажется, что очень важно в нашем разговоре различать опыт, который реально присутствует и используется в современной практике протеста, практике правозащиты. И, с другой стороны, насколько этот опыт реально осознается и воспринимается как важный и полезный. Также еще одна вещь, которую бы мне хотелось обозначить до начала нашего разговора, это есть действительно наверняка моменты влияния, сходства, использования, прямого использования и обращения к опыту диссидентского движения. И естественное типологическое сходство правозащитной деятельности в принципе, протеста в принципе. И тоже это две важные вещи, которые, возможно, создают и определенным образом структурируют разговор на эту тему. И последнее, наверное, это что у нас, как мне кажется, появляется три, как минимум, группы. Вопрос, что можно ли их различать сегодня, как они сегодня, в каких отношениях они находятся. И каждый из них, возможно, понимает этот опыт по-разному. Это политические активисты, это правозащитники, и это некоторые в целом поддерживающие так или иначе их сообщества, которые можно до некоторой условности назвать те, которые Крым не наш, например, или как-нибудь еще. Это тоже отдельная прекрасная тема для построения определений. Но, во всяком случае, например, Александр Генис и Глеб Морев в своих интервью говорили, что на их взгляд сегодняшний протест нельзя определять как диссидентский, а он весь является политическим. Вот как мнение, которое существует о этой теме сегодня. И прежде чем передать слово выступающим, я бы хотел коротко обозначить наш формат, довольно стандартный. Сначала это выступление участников круглого стола. Поскольку участников много, а времени хоть и кажется, что много, полтора часа, но в действительности они пробегут быстро, то я бы просил говорить максимум 10 минут, какой-то такой формат мы обозначим. После этого будет сессия вопросов-ответов, и в оставшееся время уже реплики и дискуссия уже не только выступающих, но и тех, кто сидит в зале, и завершающие слова опять участников круглого стола. Вот, поэтому давайте начнем, поскольку у нас стол заявлен как круглый, за которым все равны, то я бы предложил участникам определиться, может быть, самостоятельно, кто бы из них хотел начать первым. Я бы хотела начать первым, потому что я не буду говорить 10 минут, у меня на 10 минут мысли не хватает. Я бы хотела поставить вопросы, которые в связи с этой темой у меня возникли, и поделиться этим опытом общения с так называемыми сегодняшними диссидентами, сопротивленцами, политическими заключенными, называйте их как хотите. Для меня, например, было большим потрясением, когда, общаясь с Олегом Сенцовым, когда он объявил голодовку, так получилось, что я заказала с ним разговор, позвонила ему, и это я не помню сейчас, может быть, это был какой-то 30-й день его голодовки. Это было, мне кажется, сейчас я боюсь соврать, точную дату, но, в общем, не так уже и много. Я ему сказала, ты знаешь, вообще-то был такой человек Анатолий Марченко, он голодал больше 100 дней, по-моему, 117, да, или 137 дней, я боюсь сейчас в цифрах ошибиться. Сейчас Александр Подробинник может меня поправить, или Александр Даниэль. И Сенцов буквально по телефону, он буквально присвистнул, сказал, ну да, ну столько я не проголодаю. И меня потрясло то, что этот человек, который, по сути, повторил то, что сделал Анатолий Марченко, а Олег Сенцов не знал, кто такой Анатолий Марченко. И вот в связи с этим вопрос, который здесь задан, востребованность диссидентов в современном обществе, проблема в том, что в обществе, в современном обществе о диссидентах, вообще о истории диссидентского движения очень мало известно. Второе такое наблюдение меня поразило, когда был болотный процесс, и я разговаривала с адвокатами, которые защищали разных фигурантов этого дела. Я принесла книгу Зины Каминской, записки адвоката. И я им показала, там очень похожие были моменты на то, что происходило и тогда, и здесь. И один из адвокатов тоже присвистнул, сказал, надо же, я ничего про это не знал, вообще не знаю, кто такая Каминская. И мне кажется, что это огромная проблема. Я не знаю, кто в этом виноват. Наверное, сейчас совершенно глупо ставить этот вопрос, кто виноват. Но надо ставить вопрос, что делать, и нужно как-то популяризировать то, что сегодня здесь говорится. Что ли опять эти книги издавать. Я не знаю, как можно больше, более агрессивно вот эту всю историю диссидентов преподавать в разных совершенно формах. Потому что на самом деле я считаю, что это катастрофа. Второе, что еще мне хотелось отметить, Сергей, вот он как раз сказал о том, что да, вот есть разные категории. Это политические активисты, правозащитники, значит, люди, которые Крым не наш, которые считают, что Крым не наш. То есть это те люди, которые поддерживают сопротивление, да, и вот протестное движение. И хотелось бы в связи с этим сказать, что на самом деле, когда вот я думала на эту тему, и вот эти новые инакомыслящие, которых посадили, да, эти болотники, девочки Пусси Райт, и другие, это люди, которые, в принципе, отличаются от диссидентов тем, что диссиденты все-таки они не боролись за смену режима, да. А вот эти современные оппозиционеры, ну, я не имею в виду болотников, и не имею в виду Пусси Райт, а вот они все-таки, те, которые политические активисты, очень активные, они, конечно же, они не только критикуют режим, но они и борются за его смену. А болотники в этом смысле, это, я их называю диссидентами поневоле, потому что они, я также со многими из них общалась, когда была посетителем тюрем, и они совершенно вообще попали в тюрьму, не потому что они были диссиденты, да, а просто потому что они были не согласны с тем, что происходит. И именно в тюрьме, когда мы их спрашивали, Аня Каретникова очень любила задавать такой вопрос, а вы считаете себя политическим заключенным, да? Я помню, некоторые удивлялись и не понимали вообще, о чем мы их спрашиваем, а потом они уже начинали себя считать таковым. Также и Олег Сенцов, который совершенно не был никаким вообще неправозащитником, никаким политическим заключенным, хотя он был, конечно, активистом Майдана и все такое, но он вырос, вот именно, я считаю, вырос в политического заключенного. И это тоже, мне кажется, такая очень важная проблема, вот о которой я хотела сказать. И последнее, опять же, здесь вопрос поставлен об опыте сопротивления. Мне кажется, то, что характеризует наше время, я это называю временем двух С. Это сопротивление и солидарность. Потому что то, что мы сегодня видим, это то, что в Советском Союзе, конечно, был до фонда политических заключенных Александра Солженицына, да? И в этом была огромная солидарность. Я помню, что когда мои родители сели в тюрьме, и мы ощущали на себе эту солидарность и фонда, и друзей, и людей, которые приезжали из-за границы. Но сейчас это еще в большей степени. Мы видим, когда люди приходят в суды, когда люди приходят к отделениям полиции. Мы видим, когда люди в Фейсбуке начинают собирать деньги на адвокатов. Это одна из самых насущных сейчас вещей. И в этом тоже есть сопротивление. Мне кажется, что вот это такие приметы нового времени нашего, которые, конечно же, идут из прошлого, но они очень похожи, и в то же время у них есть свои собственные отличия. Все, спасибо. Это вот то, что я хотела сказать. Большое спасибо. Микрофон опять. Саша, я правильно понимаю, что ты бы хотел продолжить? Я могу продолжить или не продолжить, начать с другого места. Программа, вслед за этим ведущий, с нами хитрят. Хитрят, говоря, ну да, вот очень важно поговорить о преемственности с диссидентами. Ну вот, по-моему, здесь в задачке есть некоторая хитрость. И речь идет не о преемственности с диссидентским временем, речь о том, речь о преемственности вообще, что мы не есть первые люди на Земле. Это очень важно. В советское время выходила серия книг «Пламенные революционеры». И там даже некоторые хорошие люди о хороших людях публиковали интересные истории. И даже некоторые из авторов «Пламенных революционеров», кстати, потом становились политзаключенными. Кажется, Хейфиц туда пописывал, Михаил Ровимович. Во всяком случае, некий исторический ряд, в который можно было поставить вопросы современной жизни, существовал. Родинский занимался разными сюжетами. Например, известная история с перепиской Дэйчи и Стефановича, которая оказалась весьма актуальна в контексте политических процессов 70-х. Это из ряда тех самых сюжетов. Что вопросы, которыми мы иногда мучаемся или не мы, их кто-то уже когда-то ставил. Мы не первые люди на Земле. И опыт тех же самых классической последовательности декабристы, народовольцы, потом кто-то еще освободительные движения, не начало века, социалистические движения, погибавшие в Советском Союзе, теперь уже и диссиденты, это исторический ряд. Проблема преемственности жутко, просто катастрофическая, как нам показала только что Зоя. Что это? Исключительно наша нерадивость или что-то еще? Боюсь, что-то еще. Потому что некоторое предательство и самозванство на нашем уже веку случалось где-то раз-два. Давайте вспомним публикации разные 80-х годов, когда пошла, поехала публикация всякой литературы, раньше лежавших в столах. Много ли там было публикаций со ссылкой, а когда это где-то было опубликовано? Раньше. Нет, все как будто ниоткуда появлялось, как правило. Ну, с одной стороны, действительно труднее было бы публиковать, говоря, что это раньше было в самоиздате, а так вот было, а вот опубликовано. Но был другой момент. Был некий момент предательства и самозванства в самом перестроечном периоде. Потому что большинство из нас, взрослых людей, которые тогда занимались какой-то деятельностью, нам было проще не задавать вопрос, о чем мы делали несколько лет назад. Любая ссылка или постоянное понимание того, что какие-то люди за то же самое уже сидели, задавали те же самые вопросы, и что-то делали, пока мы не делали ничего, или делали что-то очень безобидное, ну, это немножечко коробит, да? И поэтому легче было ощущать себя первыми людьми на Земле. Болотники, да я бы не про подсудимых Болотников говорил, я бы про демонстрантов. Тоже поколение первых людей на Земле, протест 2011-2012 года, которые до этого 10 лет жили при Путине, и Путин был хороший, а тут вот что-то случилось осенью 2011 года, они запротестовали. А до этого все было хорошо, потому что если что-то было плохо, это означает еще, что... А где вы, ребята, были? Взрослые люди, которые жили, пока был Норд-Ост, Беслан, война в Чечне, политические процессы. Лучше начать жизнь с нуля и считать, что раньше ничего не было, ни вопросов, ни ответов. Проблема преемственности не только в отсутствии источников, но и в нежелании к этим источникам обращаться, нежелании реализовать свое собственное отношение к прожитой жизни. Это раз. Второе. На самом деле опыт, он шире, чем просто обращение к диссидентскому опыту, например, советскому. Для нас, лет там 30 назад, очень интересно был, пользуется ли опыт, или меньше 30, например, пользуется ли опыт, то, что поляки панмарок нависли, чем у нас учил. Шире опыт Восточной Европы. Еще шире, земной шар, он большой, круглый. Когда-то я в какой-то маленькой газете ввел колоночку как раз об опыте протестных движений в разных странах. Латинская Америка тоже очень интересна, и там очень много рифмуется с российским опытом. Но некоторое ощущение исключительности, у нас страна вот такая, самая жуткая, рвем рубаху на груди, самый жуткий режим с самым страшным Путином. Да нет, в общем, захолустье, так, авторитарное захолустье, где-то хуже, где-то существенно хуже, где-то лучше, но так, страна третьего мира, которая интересно была бы обратиться к опыту других стран, где подобные проблемы возникали, их как-то решали. Во всяком случае, мы часть вот этой самой большой планеты, хотя, конечно, ближе всего и более всего рифмуется это то, о чем мы сегодня говорим, опыт советских диссидентов, потому что есть тексты по русски, есть, в общем, что-то очень хорошо совпадающее. Мы с Алексеем Алексеевичем Макаровым готовили к публикации, да так они подготовили статью Юрия Марковича Шмидта середины 70-х годов о роли адвоката в политическом процессе. Статья-то относилась к делу Хейфица-Марамзина, но как эта статья, Александра Андреевна, хорошо рифмовалась с вашим недавним репликой о роли адвоката, некоторого адвоката в некотором сюжете, связанном с делом сети. Масса сюжетов востребована, вот просто здесь и сейчас, почему они не готовы, почему они, как те пирожки, не лежат на столах. Но это только часть большого вопроса. Ощущение своей собственной исключительности в пространстве и во времени здесь больший, по-моему, вопрос. Если чуть-чуть от него отказаться, то тогда можно воспринимать опубликованный на разных языках, в разных странах, в разных форматах опыт. Вопрос точки зрения и готовности с этой точки зрения смотреть на очень интересный мир, очень интересный опыт этого мира. Все. Ах да, последний. Собственно, Арсений Борисович Родинский так обычно про какое-то время говоря, а вот что бы я делал, что бы ты делал, оказавшись там-то, там-то и там-то. Вот если включить вот этот режим, можно включить этот режим? Спасибо. Спасибо, Саша. И Саша Карленкова. Я просто немножко продолжение того, что сейчас говорил Александр. Я тоже все думала про то, почему мы говорим о только преемственности, только диссидентского опыта. Хотя период, конечно, завораживает и очень, и находится столько параллелей, и, конечно, есть та часть сегодняшнего, ну, если называть широко сопротивления, хотя, конечно, далеко не все из этого сопротивления, что имеет очень явную преемственность, там, тоже правозащитное движение и так далее. Есть те группы, которые считают себя преемниками намного более ранних периодов, например, те же анархистские группы или еще какие-то, они вполне себя считают преемниками дореволюционных каких-то объединений. Разнообразие сейчас, пожалуй, сильно выше, чем было в второй половине XX века, хотя и тогда оно явно не исчерпывалось только диссидентским опытом, и тот же самый, те же самые питерские группы, которые вполне не о себе ставили целью революцию и смену режима, поэтому это далеко не только про это, но я хотела про другое. Мне очень нравится идея сравнения, и я довольно давно в нее постоянно срываюсь, потому что люди спрашивают, и мне как раз не кажется, Александр Владимирович, что люди не хотят ощущать себя во времени, хотят. Эти вопросы они постоянно задаются, а как это было тогда, а как тогда складывались все эти правила поведения со следственными органами, например, какие были споры на тему, как вести себя на допросе, потому что сейчас эти споры тоже возникают, и эти дискуссии возникают на тему того, давать показания, не давать показания, если давать, то как, как относиться к тем, кто дает показания и так далее, и при всех этих дискуссиях так или иначе неизбежно мы возвращаемся к историческому опыту, без этого невозможно. Но чем больше похожего, у меня есть такая озабоченность, потому что чем больше похожего, тем больше мы готовы скатиться к готовым формулам. Нам кажется, что если диссиденты это уже придумали, давайте, что нам думать над этим, давайте мы будем делать так же, расскажите нам, как они делали, мы будем делать так же. И этот соблазн, чем похожая эпоха, тем больше он возникает. хотя очевидно, что сейчас есть те вызовы и те сложности, которые в то время были явно куда меньше. Например, общественный диалог, диалог массовый и публичный. И сегодняшний, будем называть это сопротивлением, окей, ведет массовый диалог, чего не было массового диалога, на мой взгляд, что? Массовый диалог, это диалог с массовой аудиторией, я бы так сказала. С помощью … Тогда тоже был диалог, был самоздат, и он тоже расходился, поэтому я не очень понимаю массовый диалог. На мой взгляд… Где начинается масса, Саша? Где начинается масса? С аудитории Фейсбука, бабла в Фейсбуке, эхо Москвы или Первого канала? Где массовость? Массовость и там, и там, и там только разная, надо взвешивать, видимо. Не знаю, не додумала, я говорю, я вопросы ставлю, может быть, может быть, вызовы те же, хотя, на мой взгляд, это так не выглядит, но возможно для многих те же самые. Я говорю только о том, что используя опыт, изучая его, ну, например, мы заметили, насколько был востребован в этом прошлом году, позапрошлом, опыт предреволюционный, да, насколько широко это обсуждалось и насколько людям было интересно изучать процессы, которые предшествовали революции. На самом деле очень широкая востребованность, я думаю, и на самом деле диссидентского периода востребованность такая же примерно. Вопрос в том, что мы очень легко можем скатиться к прямому копированию практик, при том, что практики очень во многом, мы же знаем, мифологизированы. То есть то, это уже генерализированный опыт, это то, что мы объединили и транслируем. И у меня есть единственная опасность, это во всех этих, в преемственности этого опыта в том, чтобы не скатиться вот в такое прямое копирование. Я все. Спасибо. Мне, да, во-первых, я хочу сказать, что к нам присоединился Павел Никулин и, соответственно, у нас все выступающие теперь в сборе. Мне кажется важным отметить то, что, по-моему, диалог условный такой, диалог между нынешним, опять же, сопротивлением в кавычках и с некоторыми вопросами в скобках и диссидентским движением отчасти затруднен потому, что в диссидентском движении была очень сильная составляющая такой нравственной моральной артикуляции того, ради чего оно существует и как оно действует. А сегодня я, честно говоря, такой не возмущение конкретной несправедливостью, не возмущение конкретным преступлением, а артикуляцией в духе Анатолия Якобсона. Я ее пожалую, может быть, меня кто-то поправит, я ее сейчас не вижу. Но тогда тоже люди жили в действии, и Кобсон писал свою знаменитую статью, отзываясь на конкретное прямое действие. Это первое. Второе, хочется заметить, что я специально посмотрел как раз в таких левых, условно-радикально левых кругах, как раз у них очень распространена очень развитая рефлексия с действительно дореволюционным и революционным периодом, и они вот в этом смысле прямо смотрят, прямо и внимательно смотрят на собственную историю. И последнее хотел бы заметить еще, что если какой-то опыт действительно востребован, я сейчас не про востребован и артикулирован, это опыт в первую очередь лагерный, опыт сидельцев, и здесь очень много было как раз в период 11-12-13-14-14 таких в проброс цитат от замечаний от разных людей о том, как они читали, например, Буковского или Александра Подробийника и так далее, и как вот этот опыт выстаивания в лагере, вот здесь вот я по крайней мере точно бы видел, точно бы сказал, что есть востребованность. вот можно добавлять фразу, я забыла у нас, меня просили, почти просили передать Яна Теплицкая из Петербургского ОНК, что при общении с заключенными сегодняшними очень часто возникает просьба о том, чтобы передать литературу о том, как сидели люди раньше и так далее, то есть для изучения этого опыта. Во-первых, появляется время, во-вторых, появляется прямой интерес и так далее. И я, кстати, очень редко, когда, ну это я уже от себя, когда бывшие политические заключенные советского периода, например, переписываются с сегодняшними узниками, а это ценность такого взаимодействия была бы крайне высокой, ну например, да, как способ передачи опыта и трансляции какой-то наследственности. Спасибо. Алексей Дурново. Григорий, извини, извини, пожалуйста. Алексей Дурново, да, другой человек, а тебе и родственник. Да, я в отличие от предыдущих выступающих, которые говорили о многих различных явлениях, пусть и в одной плоскости, я сейчас буду говорить об одном единственном явлении, которые я сам здесь лично представляю, это проект ОВД-Инфо, в котором я работаю, собственно, меня попросили принять участие в дискуссии как раз на тему, связанную с ОВД-Инфо, а именно с время от времени возникающим в пространстве, в разговорах сравнение ОВД-Инфо с хроникой текущих событий, от которого мне, надо сказать, довольно неловко, вот, и я сейчас попытаюсь как-то описать это вот как раз в контексте дискуссии сегодняшней. Значит, я два слова скажу о том, что такое ОВД-Инфо, потому что, полагаю, что все-таки не все знают, это проект, который появился в декабре 2011 года и поначалу являлся местом, где появлялась срочная информация о задержанных на акциях и о том, где они находятся. В настоящее время это, во-первых, информационные издания, распространяющие информацию о политических преследованиях в России, а во-вторых, это организация, которая оказывает юридическую помощь в некоторых случаях этого самого политического преследования. С этой точки зрения, как бы, почему возникает сравнение с обставлением с хроникой, ну, кажется, понятно, потому что тема и потому что, по крайней мере, часть информации появляется с земли. Но, значит, все-таки очень много отличий, я хотел бы их сейчас указать, потому что всегда важно понимать и контекст, и время, в котором мы находимся, и, собственно, суть деятельности, то, из чего эта деятельность состоит. Но затем я все-таки хотел бы прийти к тому, что востребовано, и на что хотелось бы быть похожее. Значит, во-первых, мы не работаем в условиях, когда нас конкретно преследуют за то, что мы делаем. То есть мы, естественно, мы существуем в контексте преследования правозащитных организаций, в контексте преследования за слова, но пока еще не за те слова, которые производим именно мы. То есть нас конкретно не сажают и этим не угрожают, и мы пока считаем, что мы, пока мы за это не под угрозой. Во-вторых, да, я, кстати, хочу сказать, что каждому из тех тезисов, которые я перечислю, можно найти какие-то контраргументы, ну, так, такое время. Во-вторых, ну, при том, что известно, что авторы хроники заявляли, что они не легальны, распространяются, тем не менее, все-таки мы существуем в той же ситуации, что и другие инфляционные издания, мы распространяемся таким же образом и, скажем, с указанием авторов, хотя некоторые из авторов предпочитают свои лица не показывать на странице о проекте. Вот, информация распространяется открыто в интернете, в соцсетях и так далее, хотя, опять же, понятно, что мы сегодня имеем дело с блокировками, нас самих не блокируют, но блокируют разные издания, похожие на нас. И, кстати говоря, у нас в свое время была компания, когда мы предоставляли возможность нашего сайта зайти на зеркала тех сайтов, которые были блокированы. В-третьих, мы в большинстве случаев пользуемся открытыми источниками, доступными, а когда мы получаем информацию с земли, мы получаем их по телефону или через соцсети, то есть тоже открыто. И, кроме того, в тех случаях, когда мы получаем редких случаях, например, информацию из мест лишения свободы, мы тратим отдельный ресурс на то, чтобы не только проверить эту информацию, но и подчеркнуть, что она получена именно из этого источника. То есть здесь вот принципиальное отличие, понятно, что, при том, что для хроники важнейшим была проверка информации скрупулезная, важнейшим было также и не указание источника в многих случаях. В-четвертых, мы работаем не бесплатно, хотя, опять же, начинался ВДИнфо как проект исключительно на добровольных началах, и, кроме того, во многих наших начинаниях участвуют волонтеры, за что им огромное спасибо. В-пятых, мы не публикуем бюллетени несколько раз в год, а мы публикуем новости каждый день, а также некоторые статьи несколько раз в неделю, плюс инструкции, плюс доклады, то есть формат совершенно иной. Ну и в-шестых, мы все-таки не воспринимаем себя, и кажется, не воспринимаемся как что-то вроде главного дела правозащитного движения, мы как бы не являемся ни телом этого движения, ни частью этого тела, и те, кто поставляет нам информацию, не может быть приравнен к нашим авторам, хотя надо сказать, что мы сталкиваемся с тем, что активисты, которые информацию нам поставляют, нас рассматривают как важнейший канал и себя как таких важных поставщиков почти как автора. А теперь все-таки к тому, все-таки к преемственности. Мне кажется, что при всей не схожести можно выделить некоторые принципы работы, на которые следует равняться, что мы стараемся делать, несмотря на все то, о чем здесь говорилось о потере этого опыта, об отсутствии знаний и так далее. Во-первых, стиль изложения, вот это спокойное изложение фактов. Во-вторых, правовое просвещение, объяснение, в чем заключается нарушение, как работают законы и так далее. И в-третьих, всеохватности, то есть мы пишем про то, что происходит во всей стране и с людьми самых разных убеждений. Ну и кроме того, совсем конкретная вещь, это что у нас на сайте есть рубрика «Истоки», большая часть текста, для которой написал присутствующий здесь Алексей Макаров. И надо сказать, что, несмотря на то, что примерно половина участников ВД-инфо это люди, родившиеся в 90-х годах, то есть это то самое поколение, по которому больше всего говорят, что оно так сильно оторвано от прошлого и ничего про него не знают. Именно у них виден большой интерес к тому, что в эту рубрику попадает, о чем здесь много всего говорилось. Ну, наверное, все. Спасибо. Чтобы, как справедливо говорил Александр Черкасов, нам не замыкаться исключительно на собственном российском опыте и не создавать иллюзию собственной уникальности, я бы хотел передать слово Петру поспехову. Да, должна работать. Добрый день. Я попробую посмотреть вот эту тему с такой другой перспективой, потому что, ну, конечно, современная Чехия не Россия, это другие события, другое общество и другие процессы проходят. но если замыслимся, в каких, скажем, ситуациях можно использовать этот опыт с этих диссидентских времен, не будет их много, конечно. У нас тоже есть демонстрации, есть протесты, есть там разные ситуации, в которых должны защищать право человека, но чтобы сказать диссидентский опыт не ежедневие Чехии современной. Если так формулировать, какие основные ценности этого диссидентского опыта, в таком смысле это организация, импровизация и конспирация, это можно использовать. с Сашей под Робинком вчера разговаривать на эту тему. И я вам скажу один пример, который показывает, что есть место, даже в таких стабилизированных странах, как Чехия, есть такое место, когда можно использовать все эти качества, и это очень интересно будет, надеюсь. В 2015 году, когда пришел этот кризис беженский, помните, с Греции, с Турции приходили тысячи, десятки тысяч беженцев, конечно, в Чехию очень маленькая часть приходила, но тоже приходила. И в одном моменте показалось, что общество вообще не способ реагировать на это новое положение, большой страх, истерия, такие очень истерические кампании, медиальные, беженцы хотят нас уничтожать, убивать, ужас. психология это общество конечно больное, потому что не хочет принять никого, который различается, не хочет фактически дискутировать о такой нормальной помощи людям, которые в потребности. и мы там наши друзья разные, мы тоже с моей семьи организировали такие инициативы, которые реагировали сразу на эту новую ситуацию. Это фактически начало с начала сентября 2015 года и с дня на день можно сказать появилась такая нужда этих беженцев, которые потерялись, потому что они часто не знали где находятся. Просто где-то ну если они в Австрии или в Чехии, ну как он это может понять если его языком там урду или фарс или арабский. Даже знаков читать не знает. И мы искали этих потерявшихся беженцев, находили для них деньги, собирали и так дальше. Это в такой общественной атмосфере, которая была очень враждебная, в которой ну этими плохими были мы прежде всего, потому что беженец он приходит к себе, ему не надо помогать. И тогда показалось, что эти диссидентские ценности очень потребные. В течение одного часа должны были найти, где они могут спать, найти переводчика, найти питание для этих семей. потом все хотели в Германию, конечно, найти способ, как их послать в Германию и одновременно не помогать, потому что это правильная проблема, мы не могли их там возить. и могу сказать, тогда эта истерия была невероятная, трудно общаться с людьми, была. Она продолжает, конечно, последний раз, одну неделю тому назад мою супругу атаковали по фейсбуке по беженцам, значит, продолжается. И нам тогда, значит, мой личный опыт показался очень ценным, потому что такая импровизация, такая организация, такая конспирация, когда скажем, судьбы людей, которые потерялись в чужой стране, каким-то образом от нас были зависимы. Если мы не будем им помогать, и тогда приходили зимние месяцы, и с ним было очень трудно. Это очень часто были большие семьи без мужчин, с маленькими ребенками, и без денег. Потрясающий случай. И думаю, диссидентский опыт, который можно включить тоже такое основное знание права, того, что мы можем помогать, но должны знать, где уже риск такой, что не должны рисковать. и мы потом с моей супругой проехали целую эту трассу в Балканскую в Грецию, Австрию, Югославию, страны Югославии, Греция, Болгария, встречали очень такие потрясающие ситуации. Но в всех этих странах показывалось, что защитниками беженцев были прежде всего люди, которые занимались правами человека, или которые их вспоминали, семейные связи были связаны с дисидентской средой. Практически в всех этих странах. Это для меня было очень интересно. В Чехии в этом периоде, например, даже во время этого такого большого сопротивления медиального, в одном моменте показалось по 30 годах показалось сам издать. беженские листы, три номера такого сам издата показались. Ну, это для меня тоже было очень интересное явление. И эта помощь, конечно, сейчас уже очень случайная, маленькая, и уже приходят раз на месяц появляются там беженские сами. Но есть еще. И я не знаю, если придут другие такие ситуации, в которых мы будем использовать этот опыт диссидентской. Но он содержит еще такую одну тенкость. когда в Праге мы искали семей, которые готовы принять чуждые арабские или там афганские семьи у нас в доме. Может быть 60-70% всех этих беженцев или у сына ула или у нас в доме. И для нас это было абсолютно нормально. я вообще не понимаю какая проблема. одна минута. Прошу прощения. Одна минута. Да. Да, да. И думаю это тоже такая ну то, что мы принесли с этих диссидентских времен как опыт доверие человеку. Это очень важно. И думаю если вы молодые будете в таких подобных других ситуациях протестах и так дальше использовать опыт помните всегда что он очень широкий и что есть чего использовать. Это все. Спасибо. Спасибо большое за интересный рассказ. Возвращаемся в Россию. Да, Алена Далинина. На вопрос востребован ли сегодня опыт диссидентского сопротивления я хочу четко коротко сказать то что да абсолютно по моему ощущению так и есть я нахожусь каждый день пролистывая ленту фейсбука я погружаюсь в эту обстановку гражданского активизма который происходит в городе в котором я живу в Москве этим занимаются люди которых я знаю с которыми я знакома лично поэтому это создает для меня действительно впечатление то что преемственность опыта диссидентов она находится здесь и сейчас и я хотела бы описать как именно я ее для себя вижу как она ощущается для меня во-первых преемственность выражается в методах которые используют люди чтобы донести свою точку зрения отличную от официальной точки зрения которая общепринята во-вторых это принципы которые лежат в основе такой деятельности и конечно же методы которыми власть старается заглушить подобных активистов они тоже достаточно схожи с теми которые были и 50 лет назад что является что являлась мотивацией для первых диссидентов для меня как я это ощущаю это такая сильная физическая нужда говорить правду о том что происходит когда официальные источники информации замалчивают какие-то события и ты чувствуешь свой долг свою необходимость донести эту информацию которую ты знаешь каких-то крупных масс людей и на мой взгляд и сейчас в принципе те действия которые предпринимают активисты то как они выражают свое мнение это тоже в первую очередь мотивируется тем то что они хотят донести окружающим людям свою точку зрения которые возможно они не услышат в каких-то иных источниках если смотреть на какие-то конкретные методы которые используются сейчас ну это по-прежнему те же самые общественные какие-то мероприятия акции пикеты все достаточно схожее с тем что делали диссиденты ранее сейчас я дополни знаю я конечно не скажу ябок и паролей потому что я их не знаю но все еще существует сам издат сейчас менее 10 лет назад но тем не менее появились малые медиа которые тоже могут донести точку зрения которая несколько иная чем преподносится нам с официальных источников и также по-прежнему активисты используют метод обращения к руководству государства они напишут письма заявления в различные органы они обращаются к руководствам других государств разных странах например к руководству других стран часто обращается Amnesty International в своих практиках акциях например вот недавно что мне очень понравилось была акция марафон писем в конце 2018 года и в рамках этой акции отправлялось множество открыток в том числе и в правительство Кыргызстана там была женщина правозащитница которая защищала права инвалидов и письма отправлялись как раз таки за права инвалидов и вот буквально несколько недель назад две недели назад там был ратифицирован международный документ в правах инвалидов то есть это победа это здорово очень очень здорово по сути принципы которыми сейчас руководствуются активисты опять таки те в той среде в которой я нахожусь то что я вижу своими глазами практически ежедневно это те же люди которые звонят в ОВД-инфо и и мои друзья тоже звонят в ОВД-инфо и когда меня задержали мы тоже звонили в ОВД-инфо в общем примерно в такой среде я живу и я действительно наблюдаю то что люди исходят из принципа ненасилия то есть они стараются донесить твою точку зрения при этом это методы абсолютно которые никого не ранят они просто пытаются выразить то что думают и эти люди так же опираются как и советские диссиденты на нормы права на конституцию Российской Федерации международные нормы и стараются сделать так то чтобы эти права которые указаны в нормативных документах они действительно соблюдались и о методах которыми власть борется с активистами сейчас читая воспоминания диссидентов я очень много там видела то что люди писали что по окончанию акции их даже вылавливали их избивали за ними велась слежка их выгоняли из университетов потому что они были студентами но что я могу сказать как студент действительно в университетах все еще присутствует давление на гражданских активистов точно так же используются какие-то механизмы чтобы людей изолировать от общества за их желание выражать свою позицию это законы о свободе собраний до 30 суток могут спокойно человека изолировать точно так же присутствуют угрозы давления и прочее и даже достаточно для меня интересно оказалось такое наблюдение что в уголовном кодексе 60-х года были основные статьи политические по которым людей изолировали от общества и в них были следующие формулировки призывах к насильственному изменению конституционного строя и участие в антисоветской организации и сейчас если посмотреть аналогом антисоветской организации я считаю в нашем нынешнем законодательстве статью об участии в нежелательной организации антисоветская нежелательная очень схожие на самом деле определения и закон о нежелательных организациях он регламентирован ФЗ 272 о мерах воздействия на лиц причастных к нарушениям основополагающих праха свобод граждан РФ то есть по сути людей причастных к нежелательным организациям называют нарушителями конституционного строя посягателями на конституционный строй в связи в связи с этим я хочу выразить свою точку зрения касаемо этого на известном я думаю вам примере Анастасия Шевченко это первый фигурант уголовного дела о нежелательных организациях это гражданская активистка из Ростова и поводом для возбуждения на нее уголовного дела стало две статьи КОАП о причастии к нежелательных организациях это она что она сделала она участвовала в дебатах организованных там кем-то другим и она организовывала лекции про выборы то есть это была абсолютно проститическая деятельность которая никому не наносила вреда не было никаких жертв но тем не менее за это Анастасия сейчас наказана и завершить свое вступление я хочу таким своим наблюдением то что за схожие методы которыми боролись диссиденты люди борются схожим методами и сейчас их наказывают тоже схожими методами мало в чем изменились эти практики которые преследуют диссидентов и самое главное что мы выносим из опыта диссидентского сопротивления на мой взгляд это сила духа потому что диссидентов ее не занимать и каждый раз когда я причитываю материалы связанные диссидентами я восхищаюсь ими я действительно ощущаю ту атмосферу в которой они находились переношу этот опыт на нынешний опыт и я считаю что это сила духа которую мы можем заимствовать диссидентов диссидентов нужна нам для того чтобы бороться за правду и как говорится за нашу и вашу свободу все спасибо Алина я хотел бы вас спросить вот интерес и вот реальное знакомство с материалами книгами по истории диссидентского движения оно у вас произошло до того как вы сами включились как активист какую-то деятельность или это была часть вот этого уже процесса участия в правозащите Это случилось когда я в университете начала проходить историю советского периода данного времени но приблизительно в это время у меня уже были зачатки моей будущей гражданской деятельности так что эта тема меня очень заинтересовала и я стала особенно внимательно к ней относиться уже после изучения спасибо павел никулин этот же микрофон здравствуйте меня зовут павел никулин и я тот самый человек который знает явки пароли по поводу того кто занимается самознатом так вышло что то что делаю я в рамках проекта молоко плюс по крайней мере на западе маркирует как самознат причем самознат пишет латиницей это по-моему третье слово в англоязычных словарях который перекочевал из русского языка после двух известных которые тоже кстати называют одно известное медиа не очень хочется его тут упоминать мы конечно же интересовались опытом диссидентов и это произошло очень естественно мы конечно не искали никакие учебники как нам что-то делать мы конечно не сравнивали и мы просто делали что-то на бум и вообще если честно у нас нет никакой политической цели мы делаем наш проект только для того чтобы себя развлечь это правда чистая правда я не буду сейчас вставать на эту бред в белом пальто просто сфера наших интересов весьма специфична нас интересуют маргинальные группы радикальная политика любое соприкосновение со всем запретным любое табуированное в современных медиа и мы никогда когда говорили что нам что-то не нравится не выстраивали свою идентичность как что-то что оппонирует государство потому что если нам например нас например будут другие люди учить жизни нам абсолютно все равно какую позицию они в обществе называют это человек в погонах который приходит нам срывать на нашу презентацию или человек который говорит знаете у меня есть большой опыт я вас сейчас научу мы сами решили что мы компетентно мы сделали три номера мы посвятили первый номер терроризма второй наркотикам революции с очень мерзким прям отвратительным да зубовно воскрежето посылом знаете мы сейчас возьмем и расскажем вам что все эти понятия которые вы знали на самом деле не значат ничего мы их сейчас разберем пересоберем и оставим вас ошарашенными и в принципе мы наверное работаем на какое-то точки взаимодействия линии взаимодействия искусства и журналистики потому что с одной стороны мы очень серьезно подходим к фактам а с другой стороны наша цель воздействия причем воздействие не конкретное а воздействие ну чтобы человек ушел и очень долго чесал потом себе голову и другой цели у нас нет почему же тогда нас интересует опыт диссидентства так вышло что мы успешны мне кажется 75% нашего успеха это то что наши презентации срывает полиция время от времени и то что я провел под арестом два дня когда-то и это никак вообще не характеризует наше качество я сделал паузу потому что я в прошлый раз говорил что присутствие полиции на наших презентациях никак не влияет на качество того что мы сделаем совпало с приходом полиции на нашу презентацию я просто сейчас ждал но окей это не то мероприятие и конечно же нас просят время от времени рассказать о нашем опыте а наш опыт действительно вкладывается вот этот вот тренд новых медиа и учитывая что новых медиа с точки зрения институциональной журналистики как некой теории еще пока не существует никто их не описал я утрудился и поизучал что вообще по этому поводу есть и конечно когда мы описываем какой-то журналистский феномен наша академическая цель это найти его предпосылки и в России в журналистике современной конечно две параллельные предпосылки мы не берем государственные медиа которые так или иначе сейчас воссоздались мы соответственно берем ту журналистику которая была в эмиграции ту журналистику которая была здесь подпольная и как-то естественно конечно я на это вышел параллельно я еще это все изучал потому что я поступал на журфак и на магистратуру и поэтому меня интересуют не моральные категории меня интересуют не какие-то политические категории. Меня интересует то желание свободы говорить, которое было у людей, и то, как они его достигали. Я специально пересчитывал большое интервью Людмилы Алексеевны для Кольта, где она рассказывала, как она печатала хронику. Она специально купила печатную машинку отдельную. Она ходила к своим друзьям, которые ничем не занимались подобным и не были скомпрометированы. Она печатала по попросной бумаге. И меня действительно вот эта техника, вот этот менеджмент очень сильно заинтересовала. Я думаю, если люди в то время, когда еще не было интернета, находили возможность, возможность внешнюю, внешние обстоятельства не складывались, значит, все они находили, и внутреннюю, чтобы делать то, что они хотят, почему мы в 21 веке, когда каждый человек со смартфоном это готовый паблишинг-коллектив в одном лице, не могут этого сделать. У меня нет до сих пор ответа на этот вопрос. В этом смысле я до сих пор в поиске. Но каждый раз, когда я рассказываю о нашем проекте и рассказываю о других похожих проектах, я вот очень не люблю говорить о том, что, знаете, мы приносим пользу обществу, или мы не приносим пользу обществу, мы приносим кому-то пользу. Я никому не приношу пользу, кроме себя. Какие-то люди, которые нас читают, ну, наверное, они какой-то свой интерес преследуют, я не знаю. Я бы себя сам не читал, если честно. Но вот то, что мы абсолютно счастливы делая то, что мы делаем, и мы нашли этот способ, и мы знаем, что лет 40 назад, 50 назад, 60 назад этот способ был намного-намного труднее, достижим, и ответственность за то, что люди делают, была намного-намного больше, меня очень сильно вдохновляет. Потому что каждый раз, когда я думаю все бросить, я смотрю в стену, думаю, ну, а какие-то люди за то, что ты бы сделал, если бы ты это делал много-много лет назад, тебя бы посадили. Я думаю, ну, хорошо, меня не сажают, отлично. И в это... Нет, меня не посадят. Я готов на это спорить, меня не посадят. И поэтому мне кажется, что вот этот самый важный, самое страшное, что есть в этой жизни, это уныние. Я человек абсолютно неверующий, я даже имморальный, но я считаю, что уныние и фрустрация и какой-то заученный беспомощный, это самое страшное, что есть у нас. И когда мы смотрим на людей, которые вопреки всему что-то делали, мы понимаем, что наши проблемы, наши оправдания, самооправдания на самом деле ничего не стоят, и мы просто не хотим. И после осознания того, что мы ничего не хотим, наступает отчаяние, но я считаю, что свобода это еще одна ценность, которую я преследую. Свобода как раз лежит по ту сторону отчаяния. И, в общем, я на той стране, я думаю, в этом смысле, в этом плане. Я на той же абсолютно половинке, где находились, и, может быть, находятся сейчас диссиденты, и поэтому, в общем, переходите на нашу сторону. Я не знаю, светлая она или темная, но если вы хотите делать то, что вы хотите, если у вас есть этот внутренний импульс, потому что импульс все равно внутренний, то это надо просто делать. Простите, я любое свое выступление заканчиваю очень простой фразой. Любой человек сейчас может делать хронику текущих событий и огромное количество других вещей и писать куда-то, создавать свои площадки. И почему вы этого не делаете? Делайте это, пожалуйста. Спасибо. В порядке маленького офф-топика я обнаружил, что есть еще одно слово, которое используется в латинице, и неожиданным образом это «тройка». И не в репрессивном смысле, а в традиционном. Спасибо за выступление. Мне показалось важным действительно прозвучавшая сейчас идея преемственности от диссидентского движения как выбора своего особого экзистенциального модуса в тех обстоятельствах, которые, казалось бы, загоняют в какие-то клеи несвободы в самом широком понимании этого слова. И еще интересно, мне, для меня было бы важно отметить, очень большое место занимало, естественно, уже в диссидентском экзистенциальном модусе идея сопротивления вопреки тому, что результат совершенно непонятно, когда будет и будет ли вообще. И для меня лично в нынешней ситуации это одна из самых главных вещей. Но, возможно, для современного такого активистского движения может быть больше поводов считать, что... Не считать, а как бы отмечать, делать зарубки своих успехов. Может быть, еще не исчерпан этот лимит социального и политического оптимизма. Но, действительно, вот этого момента, который бы мне казалось главным, и с моей точки зрения, довольно сильно резонирует в современной ситуации, потому что мы совершенно не понимаем, когда все это кончится и кончится ли в обозримом каком-то будущем. Это какая-то важная вещь, которая, по идее, могла бы быть востребована и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...